Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников, какие видосы планироваться, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Star Stable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня мы будем проходить Star Stable Online с самого начала. Устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! А началось все когда-то давным-давно на далеком неизведанном острове. Так, стоп! Нет, это уже совсем не то. Конечно, раньше история начиналась именно так, но теперь она начинается совсем по-другому. Так что мотаем немножечко вперед на несколько лет и устраиваемся поудобнее. Даже не верится, что мы вновь идем в наше старое, точнее новое, любимое ССО, но совершенно с новым началом. Это прям копия как вступление в анимационном выпуске, так, давай пожаловать на Юрвик, от ССО, где было про Мистфол, там девочка точно так же приехала только в Мистфол. Остров, где живет множество лошадей разнообразных пород. Познакомься с тайнами мифологии и волшебством. Исследуй великолепные пейзажи. Но если честно, смотно можно назвать ДСД великолепными пейзажами. Заведи друзей, а может быть и врагов. Окунись в обычную жизнь и легендарные истории. Ну, мы начинаем, правда, с зимы, потому что сейчас зима. Вот, но я переключусь на лето, чтобы мы видели это все в своей истине. Готово, твое приключение начинается. То есть теперь все начинают на вот этом базовом новом острове. Привет, Габриэла. Добро пожаловать в лагерь Верховой Езды. Нажми в любом месте, чтобы продолжить разговор. Я Майя, управляющая и главный инструктор. Сегодня у нас сразу два новичка. Давайте я вас познакомлю. Габриэла только переехала на Юрвик, а Лиза живет здесь уже довольно давно. Но она у нас путешественница. Привет, Габриэла. Рада познакомиться. А этот красавчик мой конь Старшайн. У меня в детстве был очень неудачный опыт. Но теперь у меня есть Старшайн, и я хочу снова уверенно скакать верхом. Так что решила потренироваться. Это твоя учебная лошадка, Габриэла. Это Юрвикская чистокровная лошадь, которую нам подарил щедрый спонсор. Она живет здесь, пока мы не подыщем ей дом. Но она еще ни с кем не подружилась. У нас не принято давать человеку лошадь, с которой у него нет прочной связи. Точно. На Юрвике все говорят о том, что здесь связь между людьми и лошадьми особенно сильная. Я сама в этом убедилась. Большинство жителей считают, что наши особенные отношения с лошадьми возможны из-за дара Айден. Насчет него мнения расходятся. Либо это просто миф, либо чистая и непреложная правда. Лошадка сегодня особенно беспокойная. Габриэла, подойди к ней. Может у тебя получится немного ее успокоить? Как перемещаться пешком? Нажми на эти клавиши, на клавиатуре, чтобы подойти к лошади. И чтобы осмотреться, перемещай мышь, удерживая правую кнопку. То есть, вот так вот теперь и будет выглядеть наше обучение. Мне интересно, все, у нас больше не будет задания, где мы должны будем собирать деньги, чтобы купить эту лошадь? А нет, по идее будет. Она же ищет новый дом. Ух ты, как здорово! Сразу вспоминаю, как мы с тобой познакомились, Старшайн. Иго-го-го-го. Ура, Габриэла! Теперь у тебя есть друг на всю жизнь. Прежде всего, тебе нужно научиться садиться на лошадь. Чтобы сесть на лошадь, нажми на нее. Так. Вы просто созданы друг для друга. Как ты назовешь своего четвероногого спутника? Преданная герцогиня. Тебе нравится? Не нравится. Боже, какой классный персонаж! Почему я всегда создаю таких очень классных, прям насыщенных, наполненных какой-то сюжетной энергии персонажей? Прекрасно. Габриэла и преданная герцогиня, вам предстоит столько интересных приключений. Отлично. Ты прекрасно держишься в седле. Ты раньше ездила верхом? Давайте скажем, что нет. Ничего, будем учиться в твоем темпе. Так что можешь не спешить. Преданная герцогиня, теперь пора прокатиться. Я так думаю, что ты у нас любительница острых ощущений и больших скоростей. Но, как говорится, не стоит забегать вперед. Преданная герцогиня. Давай посмотрим, какие бывают аллюры. Поехали вместе. Так, управляй скоростью и направлением движения лошади с помощью этих клавиш. Нажми А и Д, чтобы повернуть налево или направо. Так, чтобы ускориться и с каждым нажатием ты переходишь на более быстрый аллюр. Нажми С как раз. Нажми С, чтобы уменьшить скорость. С каждым нажатием ты переходишь на более медленный аллюр. Вот этот колокольчик, это знак того, что мы выполнили задание. Отлично, как двигаться ты знаешь. Теперь научимся останавливаться. Постарайся остановиться сразу, как только подъедешь вот сюда. Нажми Х, чтобы остановиться на месте. Преданная герцогиня. Вы с наездницей отличная команда. Попробуем усложнить задачу. Для начала возьми вон ту штангу. Теперь положи ее на препятствие, которое я поставила. Если видишь искры, значит здесь что-то интересное. Нажми на предмет, окруженный искрами. Также, стоя рядом с предметом, можно нажать Е на клавиатуре. Так, нажми на препятствие, чтобы поставить штангу. Замечательно. Что будет дальше, ты, наверное, догадалась. Теперь нужно перепрыгнуть через это препятствие. Лиза, сначала ты. Габриэлла, ты следом. Это очень классное обучение. Мне нравится. Вот как в старых компьютерных играх на дисках. Нажми на пробел, чтобы прыгнуть на лошади. Чтобы прыгнуть, нужно двигаться аллюром быстрее шага. Рысью, легким голопом или голопом. То есть тут они уже и рысь прописали. Молодец, на сегодня занятия закончились. Вас с чистой совестью можно выпускать в большой мир. Если видишь желтый восклицательный знак, значит персонажу что-то нужно. Нажми на него, чтобы начать задание. Также, стоя рядом с персонажем, можно нажать Е на клавиатуре. Хочу познакомить тебя с нашей подругой Алекс. Чутье мне подсказывает, что вы отлично поладите. Так, это обзор доступного задания. Вот что ты можешь узнать. Цель задания, что нужно сделать. Награды, что ты получишь за выполнение. Чтобы начать задание, нажми да. Да, я ее обожаю. После ее приколов у меня живот болит от смеха. Мне надо кое-что убрать. Вы пока найдите Алекс, а я догоню. Видди, я поеду за тобой. Мне очень пока что нравится. Так, если в задании нужно взять или найти объект, то он будет отмечен на твоей мини-карте кружком. Мне нравится. Я пока довольна. Очень простое, но доступное и понятное обучение, которое сразу рассказывает о восклицательных знаках, о кружочках на карте. И прям оно хорошее, подробное. Это то, чего действительно давно не хватало. Обновление базового обучения для новичков, для новых игроков. Но мне непривычно то, что мы знакомимся с девчонками, с духовными наездницами в самом начале. Как-то странно, их прям так очень эпически нам представляют. Если видишь зеленый восклицательный знак, значит ты все сделала и задание выполнено. Нажми на персонажа, чтобы получить награду. Привет, ты недавно на Юрвике, да? Я Алекс. Шкала опыта заполняется, когда ты получаешь очки опыта. Когда она заполнится до конца, ты перейдешь на новый уровень. За выполнение задания, отмеченных желтым восклицательным знаком, ты получаешь очки опыта персонажа. Накопи достаточно опыта, чтобы перейти на новый уровень. Приятно познакомиться, Габриэла. С возвращением, Лиза. Отправляйся в конюшню с Лизой и Алекс. Я приехала из Морландо. Он там, на другой стороне моста. Габриэла, ты еще успеешь вдоволь его исследовать, когда обустроишься. Не вопрос, старшин, с удовольствием тебя прокатит. А, не вопрос, старшин, с удовольствием тебя прокатит. Предлагаю сначала устроить прогулку по лагерю. Кстати, как ты относишься к конкуру? Я хочу быть сейчас в диалогах просто человеком, который ничего не знает. К конкуру это что? Ах, да, нам же еще надо обучить тебя термином. Конкур это преодоление препятствий на время. Линда потом тебе покажет. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Нажми... Так, это L на клавиатуре. Зажурнал заданий. Посмотреть все текущие и доступные задания. Так, текущие. Отправляйся в конюшню с Лизой и Алекс. Приятно познакомиться. Так, ага. Мы пока просто следуем за ними. А вот тут домики блестят. Это ночлег или что это? Сумка какая-то? Или у нас появилась своя комната? Ой, мне так интересно. В лагере такие уютные домики. Я хочу уже посмотреть вон тот домик. Так, подождите. Я очень хочу. Так приятно прокатиться по туманной роще днем. Лесок вроде маленький, но в темноте тут все равно жутковато. Да подождите меня. Я хочу с вами сфотографироваться. Сфотографироваться. Как бы. Как бы. О, вот так вот. Наверное. Наверное вот как-то вот так вот. Да, все. Еще раз. О, все. Я довольна. Я довольна. У меня есть обложка. Так. Ну, мне прям интересно. Ты уже ходила за покупками? Наверное еще не успела. Обязательно загляни сюда. Так, ну это нам магазинчик с едой показывают. А вот и конюшня. Преданная герцогиня Старшайн. Отдохните немного. Я обещала позвонить папе. Алекс, дашь Старшайну войды? Само собой. Чтобы спешиться, нажми здесь или Х на клавиатуре. Очень странно. По идее, нужно нажать Е. Спешиться. Что значит нажать здесь? Так. Преданная герцогиня Старшайн просто мечтают попить. Не будем заставлять их ждать. Не будем. Возьми ведро и набери в него воды из колодца. Потом налей воду в корыто. Так, набери воду в колодце, в ведро, а затем наполни корыто, чтобы лошади попили. Чтобы открыть рюкзак, нажми... А, нажми здесь или Б. Нажми здесь. Ай или Б. Б? Ай или Б. Наконец-то рюкзак будет не только на букве Ай. У меня аж глазик задергался. Так, наполни ведро, чтобы перетащить... Так, перетащи его из рюкзака на колодец. Боже. Ребят, когда-то это была моей мечтой, потому что ССО среди моих игр было единственной игрой, в которой рюкзак открывался на... Ай. А, сейчас это Б. Я не знаю, мне перевучиваться или нет. Б. Ай. Боже мой, я... Не, я, наверное, буду на Ай, как всегда, открывать. Это уже просто привычка спустя шесть лет игры в ССО. Так, в конюшне всегда полно дел. Но это довольно простое, если ведро не протекает. Ох, Линда, ты так тихо сидишь, что я испугалась. Ты уж издавай какие-нибудь звуки, когда читаешь, ладно? Надо же. Да, нам их так прямо эпично представляют, но сразу говорят о том, что это сюжетные персонажи. Ой, нам... Линда, мне нравятся. Внешне. Ох, я только что обратила внимание, что у нее эти стрелки на колготках. Ну, правильно так это. Тусить на ранчо. Все, хватит смотреть в книгу, познакомься. Это Габриэла. А мы уже знакомы. Привет. И когда вы познакомились? Тысячу лет назад. Что? Да ладно, Габриэла только приехала на Юрвик в лагерь верховой езды. Хм, странно. Наверное, у меня дежавю. Приятно познакомиться. Хорошо, что вы оторвали меня от чтения. Майя просила собрать дрова. Бесконечные дела. То есть здесь же нам прямым текстом намекают, что у нас было... Мы были знакомы с ней только в прошлой жизни. Я видела коряги, которые можно бросить в костер. Так, найди коряги у воды. Габриэла, поехали за корягами вместе. Мы проедем вдоль воды. Так, там красиво. Так, показывай дорогу. Проверим, кто из вас соберет больше деревяшек. На старт. Внимание. Марш. Алекс, у нас же не соревнования. Габриэла, поехали. Так, сядь на лошадь и собери коряги. Ой, ну мне прям вот это... Мне прям очень нравится. Очень нравится. То есть вот можно вот таких вот уютных, простых, но при этом каких-то воздушных заданий с ноткой... Ну, легкости, я не знаю, как сказать-то. Чтобы вот такие вот простые задания, легкие, чтобы они были, ну, такие вот, вот прям вот как сейчас. Можно все задания будут такие, а не какие-то там сложные? Найди то, проведи это, сбеги туда-то. Очень красиво. Локация мне, если честно, не стопроцентно нравится. Но я надеюсь, что в будущем вот в этот прямоугольный загон добавят доску со схемами по конкуру, а также с боевым полем. Ну, или хотя бы повесят буквы. Потому что буквы это то, о чем мечтают все игроки без старайдера. То есть загон с буковками. Так, тут уже открыто почему-то. Ой-ой-ой. Вот здесь можно было бы заниматься. Я хочу бы здесь заниматься, попробовать выездку со своим клубом. У меня тоже есть люди, у которых нету старайдера. Хотя сейчас есть какой-то глюк, я не знаю, починили его или нет, что мы не можем пройти. Так, из этого получаются отличные дрова. У нас столько деревяшек, костер будет что надо. Ага, шкала опыта лошади заполняется, когда ты получаешь очки опыта лошади. Когда она заполнится до конца, лошадь перейдет на новый уровень. За прохождение ежедневных гонок, ежедневный уход за лошадью и выполнение заданий, которые проверяют навыки твоей лошади, ты получаешь очки опыта лошади. Ай-ай-ай, я не успела! Можно повторить? Слишком много текста просто было, я вроде бы ничего не нажимала. Ну ладно, не успела, так не успела. Габриэла, у нас остались кое-какие дела. Если мы сбросимся, можешь съездить и купить еду для пикника? Так, купить еду. Продукты продает неподалеку, выбирай, что тебе нравится. Вот, и нам прям камеры наводят на продавца фермерской палатки. Набери еды на шестерых, само собой будет Майя. Это инструктор, вы познакомились сегодня утром. А еще она, а еще наша подруга Анна. Чтобы открыть магазин, приблизься к продавцу и нажми на него. То есть, Анна будет в самом начале игры, как бы мы с ней познакомимся. Потом по сюжету нам скажут, что она пропала. И мы будем ее искать. Получается, кстати, более-менее нормальная суть, что изначально это мы видели и знали всех. Потому что, когда мы раньше проходили, и если вы не играли в компьютерные игры Звездная Подкова и еще какие-то другие названия серии игр по именно Стар Стейбл, то когда вы слышите, что мы потеряли какую-то Анну, мы идем спасать Анну, вы даже не представляете, что это за Анна. Так, а тут мы ее уже знать будем. Что это? Кусок сыра? Зефирки? Что это? Куриная ножка? Морковь? А я не знаю. Давайте зефирки. Хочу зефирки. Как это вообще выглядит? Ой, надо было закрыть, да? Ну, допустим, я закрыл. Вернись к Алексе Линде. А теперь везде во всех магазинах будет такой набор всякой еды. Зефирки на ужин. Любопытный выбор, но вполне неплохой. Так, что тут дальше? Сегодня нас ждет пир горой. Спасибо, что привезла. Так, Габриэла, можешь пока смотреть окрестности? Преданная герцогиня точно не откажется провести немного времени вдвоем с тобой. Приезжай на ужин у костра, когда будешь готова. Так, исследуй окрестности, а затем отправляйся на пикник у костра. Это так, это куда нам показывают? А, где будет пикник? Хорошо. Так, ну, меня интересует один вопрос. Что вот эти домики? Один домик там был с блесточками. То есть с ним есть какой-то функционал. Я хочу его посмотреть. Но я это сделаю после основного сюжета. Так, так, очень интересно. Анны пока не видно, но сейчас, видимо, она приедет. Габриэла, ты как раз вовремя. Садись. О, я люблю закаты в СССР. Они такие классные. Кхм, кое-кого не хватает. А, легка на помиме. Вот и Анна. Теперь все в сборе. Посиди у костра с новыми подругами. И заметьте, здесь Анна. Ну да, как будто бы это Конкорд. То есть, по сути, сейчас это нормальная версия Конкорда. А потом она просто станет девочкой, но моделька такая же. Привет, я Анна. А это Конкорд. Меня пригласили побыть сегодня инструктором. Эта работа помогает поддерживать отличную форму для соревнований. У нас как раз намечаются важные события на следующей неделе. Я только что поняла, что мы впервые видим Анну вот в новой модельке без, скажем так, шрамов Пандории. То есть, вот ее нормальный внешний вид. Впервые. Габриэла, как настроение? Скорее бы новые занятия. Ага, я тебе напомню завтра, когда у тебя все мышцы будут болеть. Лиза, споешь нам перед сном? Мне всегда нравится, как любит сидеть Алекс. То есть, вот так вот именно на земле, облокотившись на бревна. Я прям, я тоже так иногда люблю. С удовольствием. Мне нравится. Такое все беззаботное. Это прекрасное начало для такой игры. То есть, мы нас познакомили сразу с духовными наездниками. Мы уже знаем, как их зовут. Что вот они такие есть. Просто, правда, обычные девушки со своими лошадками. Все, я на боковую. Поехали, Габриэла. Покажу твой домик. Твой домик? Нас точно... У нас свой домик будет... Неужели пригодится диван, который мы хранили все это время по заданию? Кстати, классная песня. Я ее до этого не слышала. Мы на месте. Габриэла, ты сегодня отлично постаралась. Мы все очень рады, что ты с нами. Сладких снов. Пора отдохнуть. Или... Что? Где это я? Это сон? А что это там? По-моему, мне нужно ехать следом. И то есть, нам вот так вот сразу, вот в первый же день, сейчас скажут о том, что у нас есть какие-то способности духовных наездников? Вау. Это мне напоминает чем-то Долина Роса, секрет Николь, когда Николь каждую ночь... Ну, почти каждую ночь снились какие-то сны про лошадей, которые что-то значили. Я их, правда, там жутко боялась. Но здесь-то это не так страшно. Мне кажется, это слишком быстрый поворот событий. Очень быстрый. Так, и куда? И при этом быстрее ехать я не могу, потому что у меня лошадь такого первого уровня. У нас нету голопа. Так, надо нажать. Мама. А что? А кто так резко будет-то? Давай вот, Габриэла, пора вставать. Какой вставать? Там такой сон был. Я хочу сказать, что, в принципе, сюжет сна очень классный, но я бы его сделала чуть-чуть динамичнее, а там как будто он недоработанный. То есть побольше бы эффектов я сделала. Ой, ну прям так... Прямо прям... Прямо прям... Ой, да-да-да. Это прям... Неожиданно очень так... У меня аж мурашки по всему телу пошли. Поехали позавтракаем у костров со всеми. Вернись к костру. Вот такого поворота мы не ожидали. Но я так и не поняла. Похоже, вот этот домик, это будет теперь наш ночлег. Подожди до завтра. Или все же там будет наша отдельная комната. Так. Давайте позавтракаем. Доброе утро, товарищи. Габриэла, хорошо спалось? Расскажи девочкам о том, что тебе приснилось. Вид у тебя немного усталый. Мне приснился такой странный сон. Попробуй его описать. Я оказалась на лошади в лесу. А потом я проснулась. Ничего себе поворот. Габриэла, звучит очень дико. Ты не испугалась? Нет, это же просто сон. Тебе часто снятся такие сны? Боже, какие пилищие у меня взгляды. Наверное, да, у меня очень богато воображение. Ты сказал про темные фигуры. Это были люди? Ох. Да вы же все там были. Да, сон и правда очень странный. Но наступило утро, так что самое время поехать на занятия. Поздравляем ты... Ого, как красиво! Ты достигла уровня 2. С каждым уровнем твои навыки будут становиться лучше. Причем ты заметишь прогресс на любой из лошадей. А еще на новых уровнях ты будешь открывать больше заданий и предметов в магазине. Фух, я успела это прочесть. Так, продолжаем. Попрыгаем через препятствия. Ты сразу развеешься. Габриэла, поезжай в загон. Мы с Майей тебя там встретим. Вернись в загон. А такое радужное, магическое, фиолетово-аурное повышение... А, это не моя лошадь, извините. Повышение уровня теперь будет всегда и на всех персонажах. Это было очень классно. Мне нравится, но все равно слишком быстро. То есть, раньше мы могли очень долго бегать по Юрвику. Так, если задание нужно взять или найти объект, то он будет отмечен на твоей мини-карте. Так вот, если раньше нужно было, можно было долго бегать по Юрвику и не касаться сюжета, то сейчас тебя прям с самого начала в этот сюжет уже вводят. И тебе некуда деваться, потому что ты даже не можешь, по сути, ничего делать, кроме ходить туда, куда тебе скажут. Поговори со мной, когда будешь готова к гонке. Я подготовила маршрут. Это как соревнование, только без стресса. Тут нет таймера, так что можешь просто потренироваться в свое удовольствие. Майя научит тебя с новым соревнованием по конкуру. Так, сейчас тебя ждет первая гонка. Тебе нужно проехать по определенному маршруту. Возможно, придется преодолеть несколько препятствий. На эту гонку отведено много времени, так что двигайся в комфортном темпе. И следи за зелеными стрелками, чтобы пройти все указатели. Когда ты будешь готова, нажми на кнопку, чтобы начать соревнование. Так, ну, конечно же, мы поедем на максимально доступной нам скорости, на галопе. И это очень медленно. Галоп, да еще и первого уровня. Ведь когда-то мы с вами почти все маршруты так катали. Новые, которые только-только открывались, мы с ними знакомились. Мы всегда катались по тропиночкам, по знакам, не срезая. Так, это все? Ура! Поздравляем, ты прошла первую гонку. Здесь показано, сколько времени у тебя заняло прохождение. Ух ты, молодец! Да, все отлично. Но какое же это соревнование, Майя, если нет таймера? Получается обычная езда верхом. Теперь сделаем все по правилам. В смысле, таймера не было, был? Поздравляем, у твоей лошади достаточно опыта, чтобы перейти на новый уровень. Так, ну это, по-моему, все те же самые фразочки, которые у нас были, когда только ввели все это. Повысить уровень. Так, я очень хочу сделать памятные фото, потому что у этого персонажа явно появится свой альбом, в котором будут все эти воспоминания, как она начинала. Кстати, пересматривать такие альбомы очень классно. Пройди мой маршрут с таймером, я научу тебя выигрывать призовые ленты. Анна научит тебя более сложному соревнованию по конкуру. 20 опыта лошадки. Так, я готова. 40 секунд. Вот, теперь карьером скачем. Это уж побыстрее галопа на первом уровне. Тема с вот такими тренировками, тоже плюсик ставлю. То есть, прям пошагово. А если здесь еще сейчас и выездку нам будут показывать по стрелочкам, то это низкий поклон. Привет, Габриэла, ты отлично прыгаешь. Габриэла, преданная герцогиня, вы молодцы. Отлично сработались. Габриэл, у меня есть странное ощущение, что в твоем сне было одно реальное место. Конечно, я не уверена, но... Поехали, осмотрим лес за домиками. Возможно, что-то покажется тебе знакомым. Лена приглашает тебя в небольшой лес у лагеря. Ой, вот часто нам все и расскажут, прям с самого начала. Так, по этой дороге. Да, по этой дороге мы поедем. Мне нравится. Так, давай осмотримся в лесу. Ну что, узнаешь что-нибудь? Доверься своей интуиции. Посмотрим, верна ли моя догадка. Поищи подсказки, которые прояснят твой сон. Что это там? А, это просто магические следы. Во сне нам показали несколько вещей. Это бегающая белка, которая была в таком же примерно задании, только от церкви. Нам показали всех злых наездников и даже одну новую, которая, к сожалению, вызвала... Дизайн которой вызвал у меня жуткое возмущение. Вот, но ее пока нету в сюжете, но нам ее уже показали, ну, черным силуэтом. Показали какую-то магию, мощную, светлую магию. Я, кстати, не помню, что это такое. И нам показали арфу Айдер. Ну и, конечно же, Рагнар. Узнаешь это место Габриэла? Да, оно мне и снилось. Может, я просто ходила во сне? Ой-ой-ой, тихо-тихо. Не волнуйся, скорее всего, это был просто сон. У меня есть теория. Попробую объяснить. В общем, история появления Юрвика связана с магией поклонением богиня, которая сражалась с неким злом. Это миф о битве самоотверженности и света против корысти и тьмы. Айден принесла на остров свет, жизни лошадей. Здесь живет группа друидов, которые хранят ее историю, продолжают ее дело. Это их Рунный Камень. Пока тебе рано во все это вникать, но важно знать вот что. Рунный Камень – источник доброй силы. Возможно, тебя призовут на помощь, возможно, тебя оберегают. Но однажды ты узнаешь, какую роль играешь в этой истории и в битве, которая идет до сих пор. Разумеется, если это не просто легенда. И если ты в нее веришь. Надо обсудить все с девчонками. Поехали обратно к костру. Вернись к костру. Мне интересно, вырезали ли... Получается, что... Они... А хотя нет, возможно, они не вырезали ту часть, которая была до этого. Я думаю, что когда ваш персонаж находит Белку около церкви и бежит за ней... Мама... Он находит такой же Рунный Камень, который начинает светиться, и приезжает Линда с Аликс. Мне кажется, эту сюжетку не вырезали, а поменяли диалоги, что они уже знакомы с нами. Просто, что Камень засветился, и что это что-то значит. Но, с другой стороны, они могли и поменять суть сюжета. Ну что ж, позже мы это узнаем. Намного, правда, позже. У нас важная новость. В лесу случилось кое-что необычное. Помните, Габриэла рассказывала про странный сон? Она видела Рунный Камень. Ты хочешь сказать, что это был не сон, а видение? Лиза, ты скажешь тоже. Ха-ха-ха, не обращай внимания, Габриэла. Мы тут все совершенно нормальные, не пугайся. Все в порядке, Алекс. Габриэла теперь кое-что знает о легенде Юрвика. Возможно, именно с ней связан этот странный сон. Габриэла, много она тебе рассказала? Не волнуйся, Анна, я только самое основное рассказала. Слишком много лишней информации для новичка второго уровня. Может, Габриэла улавливает присутствие сверхъестественного? А может, все еще сложнее. Поживем, увидим. А пока будем жить настоящим. Майя, что у нас дальше по плану? Ох, вы еще продолжаете меня тут это тренировать? Габриэла, я обучила тебя основам. Так что теперь можешь отправляться в конюшню Морланда. Она находится за мостом. Я и сама живу в Морланде, разумеется. По мне, это лучшее место на Юрвике. Ох, куртка Юрвикского лагеря верховой езды. Ее должны были, по идее, добавить в магазин, чтобы ее смогли купить те, кто, скажем так, начал играть до этого обновления. Отправляйся в Морланд. Только будь осторожна, Габриэла. Я не думаю, что твой сон был предупреждением. Но, в общем, мы за тобой присмотрим и друзей попросим. Я скоро уеду на гастроли, но если останешься на Юрвике, надеюсь, мы еще увидимся. Вот, да, она упоминает здесь о гастролях. И как раз мы ее и потеряем. Вот с этими словами, что последний раз ее видели, и она уехала на гастроли. А потом вроде бы вернулась, но при этом ее никто не находил. Разумеется, вы еще увидитесь. Габриэла, я поеду с тобой на всякий случай. Вот карта, она поможет тебе найти конюшню. А еще здесь указаны другие места на Юрвике. Она очень пригодится, если заблудишься. Так, нажми мне карту или на М, чтобы открыть карту Юрвика. Для твоего удобства важные места отмечены различными значками. Чтобы увидеть их все, нажми значки на карте. Что-то куда-то перебилось. Так, ладно. Ну что ж. Сейчас у нас будет, я так понимаю, завершение этой сюжетной линии. Официальным вступлением в Юрвик. То есть, как мы переедем сейчас мост. Окажемся в Морланде. И сейчас нам, по идее, должны будут показать нового Джастина. Нового Джастина. Я до сих пор не верю, что его обновили. Он, конечно, стал красавчик. Но это было очень неожиданно. Я даже не помню, что какие-то спойлеры об этом ходили. Так что, да. Вот так вот. Неожиданно, что у декабря 2023 года вступление, приход в Star Stable Online стал совершенно иным. Как же хорошо вернуться домой. Добро пожаловать в Морланд. Теперь у тебя есть предмет снаряжения, чтобы его надеть, открою рюкзак. Конюшню Морланды управляют Томас и его сын Джастин. Джастин ждет во внутреннем дворе. Он научит тебя ухаживать за лошадкой. Познакомься с Джастином во дворе. То есть ворота теперь в обратную сторону открываются. Так, что за куртка? О, симпатичная. Очень симпатичная курточка. Здравствуйте. Здравствуй, Джастин Морланд. С фамилией теперь раньше, по-моему, было просто Джастин. Привет, ты у нас новенькая, да? Да, это я. Я Джастин, а ты, значит, Габриэла. Приятно познакомиться. Мы в Конюшне Морланды всегда заботимся о счастье лошадок. Лошадь это тебе не велосипед или машина. Тут важны взаимоотношения. Чем больше времени ты проводишь с лошадью, тем больше вы можете дать друг другу. Для начала я научу тебя основам ухода за лошадью. Я хочу пройти это базовое обучение, потому что мне интересно, что же будет дальше. То есть раньше, после ухода, Джастин говорил, иди знакомься с Майей. А что же будет сейчас? Нажми на голову лошади. Это меню лошади. Здесь представлены действия, которые ты можешь выполнить. Справа указаны варианты ухода за лошадью. Нажми на эту кнопку, чтобы почистить копыта. Если корм закончится, его можно купить в магазине лошадиного корма. Так, вода. Напоить. Когда заканчивается вода, можно наполнить ведро, перетащив его из рюкзака в колодец. Так, причесать. Расчесать. Так, ежедневный уход закончен, и твоя лошадь повеселела. Чтобы твоя лошадка всегда была в хорошем настроении, ухаживай за ней каждый день. Радостная лошадь двигается быстрее. Но это базовые знания. Ты всегда можешь проверить настроение лошади на ее странице, нажав сюда. Здесь указано, какое у нее настроение и какие виды ухода уже выполнены. Каждый день, когда ты ухаживаешь за лошадью, ее настроение падает на одно деление. Когда ты не ухаживаешь. Теперь ты знаешь, как ухаживать за лошадью. Удачи. Так, что у нас теперь? Молодец, Габриэла. Благодаря ежедневному уходу, лошадки отлично себя чувствуют и могут скакать быстрее. А если забывать про уход, лошадь загрустит и станет медлительной. Ну, преданная герцогиня, несомненно, получит от тебя только самый лучший уход. Сено продают в большинстве магазинов, особенно рядом с конюшнями. Как набирать воду в колодце, ты уже знаешь. Разумеется, это бесплатно. Ты можешь заработать шиллинги в конюшне Мурланда, если поможешь с нашими делами. Задания мы вывешиваем на доску объявлений у конюшни. Список обновляется ежедневно, так что можешь проезжать каждый день. В журнале собраны все места, где тебе довелось побывать. И все люди, с кем довелось познакомиться, чтобы открыть его, коснувшись кнопки J. Так, лошадки у нас тут ежедневная привязанность. Так, J. Ой, неожиданно. Так, следующее задание. Ага. Так, знакомство с конным клубом Бобкот. Кажется, преданная герцогиня может попробовать себя в серьезном испытании. Прямо за магазинами есть загон. Поезжай сюда и поговори с Лоретой. Лидером конного клуба Бобкот. Она немного заносчивая, но пусть тебя это не пугает. Попросила Лорету показать, как проходит соревнование у нас в Морланде. Так, и второе задание. С тобой хочет поговорить Томас, мой папа. Кажется, у него есть для тебя важное задание. Боюсь, оно как-то связано с нашими проблемами. Мистер Кэмпбелл, издал бы начальник из Джет, всеми правдами и неправдами пытается выселить нас из конюшни, снести конюшню, построить это улетенное жилье. Мы думаем, как его остановить, но он скользкий, как уш. Ты найдешь Томаса у конюшни. Так, но это уже пошли базовые задания, которые, по-моему, никак не менялись. То есть, да, мы будем покупать эту лошадь у Томаса, зарабатывать на нее, потому что пока что мы просто катаемся на ней, так как никакая другая лошадь на конюшне и всадник с ней не подружились. Так, Габриэла, спасибо тебе, что так быстро откликнулась. Ситуация с мистером Кэмпбеллом из фирмы Джет выходит из-под контроля. Мне необходима твоя помощь. Так, мы сейчас сдадим эти задания. Дай я Лоретта. Стоп, Лоретта в шлеме сидит? Вот это достижение. Вот это, вот это да. Наконец-то. Вот, наконец-то они за безопасность. Дай угадать, тебя прислал Джастин учиться основам соревновательной езды. Разумеется. Все в конюшне Мурланды мечтают вступить в мой конный клуб. Урок первый. Бобкот принимает только лучших. Если хочешь ездить вместе с нами, то придется доказать, что ты достойна. Урок второй. Не переставай тренироваться. Соревнования помогут отточить мастерство верховыезды и раскрыть потенциал твоей лошади. А еще укрепят вашу связь. Пока мы не перешли к третьему уроку, мне нужно выяснить, какой уровень у вас... Как зовут твоя лошадь? Надеюсь, не пылкое сердечко или какая-нибудь похожая банальность? Преданная герцогиня? Ладно, с этим можно работать. Так, если ты заблудишься или тебе необходимо будет вернуться обратно в конюшню, найди в меню позвонить для вывоза или нажми на клавишу Escape. Так, опять у меня сено в руке. Куда деваться от этих багов? Ну что ж, дорогие друзья, вот и ушла эпоха старого приветствия в ССО. И я сейчас счастлива, как никогда, что все-таки начала записывать прохождение Star Stable в прошлом году. И даже, да, в прошлом, а скорее в позапрошлом году. И смогла записать вам старое вступление, которое вы можете посмотреть на моем канале по ссылке в описании. Ну что ж, вот оно. Конец старой эпохи и начало новой. Я никогда не думала, что это может случиться и что каждый раз, приходя на Юрвик, новые игроки будут видеть не ту самую катсцену и не ту самую историю, которую услышала я и многие из вас. Но это прекрасное начало. Оно очень интересное, захватывает и действительно обучает всем ССОшным основам. Я заранее желаю удачи всем, кто придет в будущем на Юрвик и присоединится к Star Rider. Кто будет покупать лошадей, ухаживать их, участвовать в соревнованиях и в ивентах. Ну а на этом все, я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи на Юрвике.